Придется отключить. Меня зовут Сходов Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вебинар по основным новостям. Основные новости у нас сейчас происходят вообще непосредственно в Азии. Это самые основные. То, что произошло, к примеру, неделю назад, то, что Сергей Анатольевич и Франтишек побывали непосредственно в странах Латинской Америки, это уже новость, так скажем, прошлого. И мы не будем сильно долго на ней останавливаться. Сегодня буквально хотелось бы показать то, что происходит здесь и сейчас в Индии. Но я могу сказать, что полной информации мы, естественно, не владеем. И даже когда я с Виктором переписываюсь, с Анатолием Эдуардовичем, у меня правила я общаюсь только лично, либо в переписке, если, допустим, на почту пишут. То есть я стараюсь максимально его не отвлекать абсолютно, если нет ничего срочного. И я думаю, что просто взрывные новости будут, когда Виктор вернется. Пришлось отменить даже рейсы. То есть на самом деле несколько дней назад и Анатолий Эдуардович, и Виктор должны были вернуться с Инди. Но пришлось отменить рейсы. И это неспроста, это из-за очень серьезных встреч, в том числе новая встреча с министром транспорта. И это, дорогие друзья, уже не просто какая-то презентация, это не просто какие-то обсуждения поверхностные. Это конкретное согласование конкретных адресных проектов. И на самом деле Skyway будет занимать в Индии несколько позиций. И фактически, наверное, весь спектр, который может представить Skyway, будет охвачен. Но все мы слышали, что Нитингаткари подтвердил, что построите первый проект, продемонстрируйте даже. Собственно, вот с уклоном в 30 градусов будет строиться трасса. Это отдельная новая трасса на Экотехнопарке для демонстрации особых специальных условий. Что наш транспорт может работать в совершенно различных условиях. И азиатская сертификация, если кому-то интересно, она, естественно, идет. И она уже не просто идет, она в полном разгаре. Все мы видели то, что в новостях в официальных промелькнула новость, что сейчас готовится непосредственно, не готовится, а продолжается. И уже близится к завершению белорусская сертификация. И специально были выбраны те ракурсы, тех фотографий, которые невозможно было сравнить. Кто как сравнивал, кто увидел, к примеру, что на потолке, уже когда снята обшивка. И она была снята не просто так, для того, чтобы провести сертификацию. Что-то там засняли, то, что было в перископе. И как-то пытаются это дело оклеветать, опорочить, что вроде как у нас транспорт изнутри выглядит не очень. Но, естественно, друзья, это такая вот проработка очень серьезная наших конкурентов, наших оппонентов, наших врагов, я не побоюсь этого слова. И она будет усиливаться. Поэтому ограничимся лишь тем, что Анатолий Эдуардович и Виктор, Виктор уже в Азии, если не ошибаюсь, месяц. То есть скажите мне вообще, кто помимо Анатолия Эдуардовича, помимо Виктора, помимо команды, кто именно презентует, ездит, адресные проекты. И со Сфига тоже есть бойцы, так скажем. Кто еще побил, может побить теоретически хотя бы рекорд Виктора. То есть, ну действительно, так, закрывать чат. Хорошо, друзья, я закрываю чат, потому что, ну, не хочется, не хочется сейчас недругам, хочется узнать все тонкости. Да, друзья, я даже поудаляю, потому что вот подписываются тролли, естественно, реальными именами. И это просто, просто даже противно это все смотреть, друзья. И мы будем делать отпор. То есть я не раз повторял, что у нас сейчас, в принципе, заводится специальная оперативная служба, которая по IP-адресу может вычислить. И господа тролли просто, если вдруг к вам однажды обратятся, и если вы, конечно, не меняете местоположение от вебинара к вебинару, то не удивляйтесь, когда вас найдут, потому что найти можно все и везде, абсолютно сейчас в нашем мире, подключенном к интернету. И Виктор сделал огромную проработку именно к приезду Анатолия Эдуардовича. То есть, поэтому я могу сказать, возможно, ощущается такой некий немножко информационный вакуум по новостям и так далее, потому что самое горячее, самое сладкое в виде новостей приедет именно с Виктором. Но могу сказать, что с крупнейшими представителями портов была произведена встреча. Встреча более чем успешная. И вообще, если подумать, то 4 миллиона от контейнеров в год – это много. То есть, это действительно огромное количество. Это только один частный крупный порт. Тут именно ведется речь о строительстве решения с помощью применения технологии SkyWay. То есть, все мы знаем, что у нас есть по морским портам, по контейнерным перевозкам конкретные решения. Они лучшие в мире. И на сегодняшний день, наверное, ни одна компания в мире не предоставляет таких подобных решений. И даже охват 300-400 портов, наверное, на всю жизнь хватит на все развитие проекта SkyWay. Но, естественно, на этом никто останавливаться не собирается. И только в нескольких крупных портах, цитирую Виктора, что нам хватит работы на долгие года. То есть, там проект просто за проектом рождаются, потому что основная боль именно страны, расположенные возле морского побережья, то, как перевозить и как именно эффективно использовать, эффективно транспортировать, эффективно выстроить логистику поступающих товаров из грузов с моря. Чтобы не было никаких простоев. Естественно, мы будем наблюдать за всеми современными тенденциями. Возможно, вся эта логистика будет выстроена именно на том же самом блокчейне. И это вообще, мы считаем, что необходимо, мы с Сергеем Анатольевичем, именно как футурологи, цифровые футурологи, визионеры в каком-то плане, считаем, что имеет логику действительно применение технологии блокчейн в морских портах. Представьте, какой взрывной рост будет именно, когда Skyway, корпорация Skyway будет решать все боли и потребности и избавлять даже от какой-то бумажной волокиты, бухгалтерского учета и вообще фиксирования всех транзакций. Представьте, сколько вообще в день во всей Индии прибывает контейнеров. Сколько перемещается контейнеров в год, сколько миллионов тонн перемещается. И я могу сказать, что вообще по сравнению с 2015 годом, 1052 миллиона метрических тонн выросли до 1758 миллионов метрических тонн уже к 2017 году. И всего Индия имеет 12 таких вот именно главных портов и в районе более чем 200 именно более маленьких по размеру портов. И представьте, насколько это огромный рынок. И, естественно, я могу сказать, что у нас здесь будут пытаться влезти конкуренты, но повторюсь, что именно инновационного предложения, комплексного, законченного, именно как инфраструктурное решение, помимо технологии корпорации Skyway, никто в этом мире предложить не может. И это мы не просто говорим, это мы декларируем и это мы делаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, ну что-то невероятное сегодня творится. Даже кто-то зашел по моей ссылке, мог зайти только к Сергею Анатольевичу, а я сейчас спросил, а он не заходил. Ну да ладно. Естественно, наши недоброжелатели, наши конкуренты, наши враги будут говорить, что у Skyway якобы нет именно демонстрации технологии, именно портового применения. Но я могу сказать, что конкретная проработка в этом направлении ведется как раз-таки на переговорах. И все у нас будет. И как в интервью и вообще во всех видеороликах первых говорил Анатолий Эдуардович, мы действительно имеем шансы обогнать всех и навсегда, даже если взять про портовое направление. Еще, друзья, я хотел бы привести вам такой очень серьезный инсайт. И это действительно такая вот инсайдная информация. Вы можете посмотреть, именно вот, например, газета Times of India говорила про то, что сейчас выбирается вообще на основе тендерной выборки и тендерной проработки шестой вид транспорта. И просто откройте эту статью, посмотрите. Естественно, тот, кто не знает английского языка, это не сможет понять суть, но я объясню. То есть сейчас выбирается шесть коммерческих предложений для именно высокотехнологичного общественного транспорта. И это логика именно вот такого городского автоматизированного высокотехнологичного такси и общественного транспорта. И тут я могу сказать, дорогие друзья, что мы останавливались на этом не раз. И я хотел бы вернуться вот к такой презентации, которую я показывал еще, наверное, полтора года назад. И мы сравнивали вообще вот все виды концептов транспорта второго уровня, которые ранее были. Еще тогда SkyTrend планировали продемонстрировать и показать непосредственно в июле еще 2015, если не ошибаюсь, года, или 2016, ну явно не 2017, говорили, что они продемонстрируют в Тель-Авиве уже действующие тестовые участки, действующие промышленные образцы. Но встретили как сопротивление и народа, как и, возможно, инвестиции просто банально не нашли. Вообще вот, возможно, сама технология не до конца была реализована. И начались всякие отговорки, что мы не можем реализовать этот проект. И проект был заброшен в долгий ящик. И сейчас вот именно с подобными видами транспорта, то есть вот еще я хотел бы обратить внимание на вот этот вид транспорта, Матрина, ПРТ и одновременно смотреть статью, чтобы вот такая картинка была. Это тоже концепт. Нигде в мире этого нет, друзья. И это предлагается как именно одно из коммерческих применений в сферу высокотехнологичного автоматизированного общественного транспорта в государственную программу развития Индии. То есть это просто смешно. Вы все прекрасно понимаете, что у нас и юнибайки, и юнибусы, они ожидают окончания сертификации и, соответственно, готовы уже к строительству, готовы уже к применению. И такая вот замечательная информация. Я о ней был в курсе, ну, наверное, несколько недель назад. И сейчас Виктор сказал, что можно эту информацию озвучивать. Можно озвучивать, когда мы начали конкретную проработку в этом направлении. И не просто проработку, мы являемся одним из главных претендентов для того, чтобы реализовывать проекты в этом направлении. Естественно, я всегда сравнивал, друзья, посмотрите вот на эти опоры, на путевую структуру. То есть, что же здесь аэродинамичного, что же здесь инновационного. Вот тоже, пожалуйста, метрина PRT. Посмотрите на путевую структуру. Насколько она массивная по сравнению с нашим рельсом. К примеру, реальный размер это вот такой. И это просто несравнимо. Мне хотелось бы лично смотреть все-таки на небо, а не на путевую структуру. И вот если с помощью фермы будут перемещаться именно кабинки, как замена такси, мистер и метрина PRT, вот вы видите слева, это что-то отдаленно напоминающее нашу путевую структуру. Именно уже городской пассажирской трассы, совмещенной с высокоскоростной. А у них здесь применяется только легкий транспорт, друзья. Но это говорит об инженерной изобретательности и вообще о комплексном применении и о логичности применения. О логичности использования решений, о логичности использования материалов, о логичности использования именно стоимости одного погонного метра, путевой структуры и так далее и тому подобное. Ну я уж не говорю про опоры, я уж не говорю даже вот про основания опор, которые вы видите, как я полагаю, это промежуточные опоры и промежуточные опоры выглядят как некоторые наши анкерные опоры. Но благо вот микрорейл хотя бы не рассматривали в шести предложениях. Рассматривают также хитро, и мы это еще анализировали полтора года назад, друзья. И сейчас я могу сказать, что предполагаю, что данные коммерческие предложения могли быть сформированы чисто из информации в интернет, как потенциально применимые технологии для решения поставленной задачи. А Министерство транспорта поставило задачи, это избавиться полностью от сложности контейнерных перевозок. Это как мы говорили неоднократно, что Skyway уберет фуры с дорог Европы. И недавно я ехал, когда с друзьями за город, я в который раз увидел реальность, жестокую реальность именно современных российских фур. Там полулысая резина уже фактически, я даже не знаю, как фура перемещается. И вы помните ситуацию, как рассказывал Сергей Анатольевич, когда шина буквально перед его глазами, когда он был за границей, отлетело от фуры и ее начало заносить, потом опрокинуло. Ну и буквально чудом водитель, который с Сергеем Анатольевичем был, увернулся от этой опрокинувшейся фуры и аварии не произошло. И, дорогие друзья, естественно, огромное значение имеют простое, огромное значение имеют капитальные, эксплуатационные затраты. Именно в плане перевозки контейнеров. И, естественно, только SkyWay, неподобные решения могут быть задействованы в реализации подобных проектов. И я могу сказать, что у нас не просто есть все шансы, а я не в курсе, как в этот раз встречали Анатолия Эдуардовича. Наверняка встречали как ученого, как именно главного в корпорации, которая поставила цель изменить не только транспортную инфраструктурную индустрию, не только создать цепи и сети вплоть до линейных городов. Вы помните, что мы обсуждали потенциальный, это Дели Мумбаи, точнее Мумбаи-Гоа, именно по косе, по берегу. Но и вообще раскрутить и создать огромные драйверы, огромное развитие экономики Индии. И когда Индия выберет это направление, мы еще обязательно постараемся это все подкрепить соусом именно инновационной цифровой экономики. И это будет просто взрывной рост. Это будет взрывной рост и для SkyWay, и для Индии, и для направления даже цифровой экономики. Естественно, это направление мы не имеем права обходить стороной, потому что сейчас уже даже выстраивают автоматизированные, пилотируемые автомобили на блокчейн. Но это как пришить третью руку, друзья. То есть в той сфере и в том именно мире вещей, которые уже сложились и которые имеют огромный потенциал и огромный рынок, пришивать третью и четвертую руки не имеет смысла. То есть должно быть именно синергичное и органичное развитие. И у нас не будет времени внедрять эти решения, когда уже будут даже десятки, а то есть сотни адресных проектов SkyWay. Это нужно делать и готовить до. И цель была поставлена Анатоли Эдуардовичем еще в 1989 году. Я всем рекомендую еще раз прочитать, ознакомиться с мощнейшим исследованием анализа аспектов валютно-финансовой системы Объединенного мира, Экомир. Далее, естественно, я всем напоминаю, кто только может быть присутствует на вебинаре в первый раз. То есть вот на чуть-чуть я включу чат, сброшу и сразу отключу. Наверняка, друзья, вот этой паузой, когда я копирую, вставляю, сейчас какой-нибудь тролль воспользуется. Все, друзья, отключаю. То есть вот это действительно два очень серьезных издания. И если говорить про основные аспекты валютно-финансовой системы Объединенного мира, Экомир, это вообще альманах, и это я могу действительно назвать сокровищем 1989 года, потому что там описано многое. И мы это будем разбирать. Время придет обязательно, друзья. Время придет проанализировать и просмотреть данные аспекты и вообще вот как мы их сейчас реализуем. Но, друзья, естественно, сейчас нужно выстроить сеть адресных проектов в первую очередь. И этим занимается непосредственно Виктор Бабурин, как именно венчурный Кинг-Конг. Шутку мы Виктора так называем, потому что он действительно пробивает все стены, все преграды. Наш венчурный Кинг-Конг Skyway, которые встают на пути в виде каких-то чиновничьих препонов, в виде конкурентных препонов, в виде любого рода встреч. И вообще вот сейчас, наверное, Виктора можно спросить, а на сколько, не на какие, а на сколько встреч больше 10 или чуть меньше 10 встреч в день он планирует пойти, когда встает, просыпается в Индии, в Азии, уже ставшей родной, наверное, для Виктора. Но, естественно, много работы ждет и в Минске, потому что там уже все это переместится на отдел, департамент адресных проектов, который возглавляет Кирилл Бадулин, замечательный профессионал своего дела с огромным стажем в банковской, финансовой сфере, аналитик, прогнозист. И уже все перетечет на плечи его отдела, потому что все эти проекты нужно будет обсужденные, согласованные, запускать в работу. И, друзья, я думаю, что как только подойдет к завершению уже непосредственно сертификация, даже белорусская, ну я не говорю уж об азиатской, то моментально могут пройти платежи. Естественно, я со многими партнерами общался, и когда также вот в Индии находился, многие говорят об индийских партнерах, что они будут платить в последнюю очередь. Но за такое решение и за такую инфраструктуру я бы порекомендовал им заплатить действительно в первую очередь, чтобы уже именно в качестве предоплаты мощное развитие пошло их страны. И я не побоюсь этого слова, даже части экономики всего мира. Потому что, напоминаю, друзья, и эта информация сейчас проскальзывает, я не знаю, не имею понятия, но это чисто такой вот наш Сергей Анатольевич анализ, что имеет в виду Вести, к примеру, газеты, говоря про возможные аннулирования внешнего долга США, на чем они строят эти вообще вот суждения. И у нас-то есть определенные инсайды с определенными партнерами, которые потенциальны наши крупные и крупнейшие инвесторы, но пока не созрели. Это вот вы помните про именно такого топ-менеджера, русского олигарха в нефтегазовой сфере, про которого мы вам рассказывали, но обязательно время настанет. И как раз-таки вот этот человек спрашивал про грузовое направление. Ну, когда же будет готово грузовое направление? Потому что колоссальное применение, колоссальный рынок именно в плане грузового направления. А вы помните, что SkyWay, в принципе, охватывает все абсолютно сферы. И если говорить вообще вот то, что сейчас закручивается для проекта SkyWay, то просто подумайте, Индия, Индонезия, это Азия, то есть это Южная Азия. Индия, это морские порты. Индия, это городской общественный транспорт. И я с удовольствием буду посещать города Индии. И даже, кто знает, может быть, там активисты SkyWay, многие поселятся, когда будет транспортное решение, когда не в тук-туках, которые дребезжат на огромной скорости и еле едешь, действительно несутся и представляют огромную опасность как на территории Индии, Индонезии, так и на территории Шри-Ланки. То есть я во всех этих странах был. И в сентябре мне предстоит тоже побывать и уже на таких туристических местах, как Бали, Острова и так далее. И мы посмотрим, как вообще выстроена там инфраструктура. Что-то мне подсказывает, что даже на Бали, вот к этим пляжам, где катаются серфингисты, где скапливается огромное количество народу, скапливаются пробки из этих тук-туков. И мне очень интересно посмотреть, как вот в туристических центрах именно такого мирового масштаба, как обстоит дело с транспортом. Обязательно я это все буду выкладывать в стори, в инстаграме. То есть тот, кто подписан, наверняка иногда хотя бы следит. И, дорогие друзья, также не стоит забывать про визит в страны Латинской Америки. И сейчас вот тоже Сергей Анатольевич, когда немножко клемался, потому что фронтишек лежал, ну, наверное, дня два. Закалка у него такая чуть поменьше, чем у Сергея Анатольевича. Сергей Анатольевич, ну, где-то полтора дня, день как минимум просто отсыпался, не вставал. Но логистика понятна сейчас, и сейчас уже готовятся визиты. Вчера вот Сергей Анатольевич непосредственно в Москве общался по поводу боливийского проекта. Закончили они где-то уже за поздний вечер. То есть близилось к 11 часам. Еще был ряд встреч, все было отменено, потому что Латинская Америка, Боливия, да и как Перу, как Уругвай, как Парагвай, как Аргентина, как и Бразилия, естественно. Это, дорогие друзья, огромный рынок. И только в одном монте-видео, это, естественно, можем сказать, никак не огромный такой поток, который называл Виктор в одном из портов 4 миллиона контейнеров, в год. Но в одном монте-видео 400 тысяч примерно контейнеров перемещается. А помимо монте-видео еще есть страны, и не забываем, что там анды, и всю вот эту вот именно логистику перекрывает горы. А на сегодняшний день нет абсолютно решения, друзья, именно в плане железнодорожного транспорта, в плане авиации. Тут мне опять такие вот оптимисты и защитники дирижаблей почему-то стали писать и вызывать меня непосредственно на дискуссии, что нужно возить дирижаблями, что ваш SkyWay ничего не сможет. Но, дорогие друзья, я тоже остановлюсь немножко в конце, потому что накипело от различных венчурных инфраструктурных фейков, и они рождаются. Это такие же скамы. Это скамы на еще большее количество денег. Устаешь от них, когда развиваешь такой глобальный проект, и когда чувствуешь изнутри, насколько мощное развитие проекта SkyWay. Так вот, никакие дирижабли, ни железная дорога, ни авиация, хотя еще Бокчарское железнодорудное месторождение, когда я анализировал, говорили, что даже самолетами возили железную руду. Ну, это бред, друзья. И, естественно, только SkyWay может преодолеть Анды и переместить вот эти сотни тысяч контейнеров только-только в Монте-Видео. А если говорить про все города, в которые необходимо налаживать транспортно-логистический поток различных товаров, различных материалов, которые прибывают из-за моря, то это будут, наверное, миллионы и миллионы контейнеров в год. Ну, а если разложить, дорогие друзья, уже по стоимости перевозки, то можно примерно подсчитать экономический, кумулятивный эффект, он будет огромнейшим. И настанет такая пора, мы этот механизм готовим, когда у нас будет возможность с вами финансировать, причем, ну, я так предполагаю, что лет через 5-7 пессимистичные такие закладки именно прогнозов, на раз-два мы сможем финансировать достаточно серьезные адресные проекты. Не только мы, а весь мир, потому что спасение в экологии, спасение в новейшей инновационной инфраструктуре, спасение именно от транспортно-логистических пробок, как автомобильных, так и перевозок контейнеров, только в Skyway. И то, что мы говорим, это действительно будет заголовками и публичных различных совещаний, и выступлений. Многие раскладывают по полочкам выступления Илона Маска, который выступал перед шейхами, но знали бы вы, сколько стоит это выступление, то есть наши арабские партнеры поведали, то есть я сразу сбросил и спросил у Алла и его команды на тот момент, что, Алла, как ты считаешь вообще, вот такой пиар нам нужен? Он говорит, такой пиар нам не нужен, нам нужен пиар, когда нас уже непосредственно приглашают. И Юницкого, естественно, будут просто так приглашать, мы не будем ничего оплатить. И Анатолий Эдуардович будет как инженер с большой буквы и Леонардо да Винчи нашего времени вещать, а не создавать подобное, друзья. Сейчас вот я не поленюсь, пролистаю свою ленту ВКонтакте, но меня это лично поразило. То есть я думал, что такая череда именно транспортно-инфраструктурных хайпов, скамов, она уже давно прошла, но те ребята из одной компании замечательной снова сейчас всплывают. И вот я вам сейчас сброшу, так как я один в комнате, я отключаю, включаю чат. Ну хорошо, подержим чуть-чуть, посмотрим. Тролли у нас ушли, устали, скучно им стало без троллинга или они остались слушать. Сейчас вот мы посмотрим, если начнется троллинг, то тролли, значит, тоже слушают и обучаются друзья. И вот посмотрите на этот действительно, я даже не знаю, как назвать, то есть на этого монстра. Это некий новый вид транспорта, инновационный. Мне сбросили мои коллеги, тоже готовятся огромные проработки и переговоры непосредственно в Катаре, потому что, потому что к 2020 году там ощущают проблему именно нерешенности в транспортной области к чемпионату мира по футболу. И посмотрите вот на этот гироскопичный вид транспорта, инновационный. Ну и когда это сравнивают с пожарными, там и так далее, типа много очень применений. Друзья, мне просто смешно. Ну, это можно вспомнить только, наверное, тот вид транспорта, который сейчас у нас стоит и покрывается пылью в одном из ангаров. Это то, куда был вбухан более миллиарда долларов. И, друзья, это вот был Transit Elevated Bus, то есть транзитный бас автобус второго уровня. И это все какие-то, я бы назвал, не до Skyway. Это все какие-то прожекты, это все какие-то недоработки, это все какие-то просто компьютерные графики. И кто же найдет инженерные решения, и кто же действительно начнет решать глобальные проблемы транспортно-логистического направления. Естественно, только Skyway, друзья. Ну и мы не будем говорить уже, что вот в тех шести видах транспорта, на которые я сделал упор по просьбе Виктора Бабурина, именно как инсайдная информация, передавайте и размещайте в Фейсбуке. Говорите, что вот, собственно, сейчас мы там принимаем активное участие, и мы не просто как-то стучимся в дверь и просим зайти. Мы занимаем лидирующие позиции, и что-то мне подсказывает, что как раз-таки именно направление Skyway в плане автоматизированного, инновационного, беспилотного транспорта, именно городского пассажирского транспорта будет принята именно концепция Skyway. И, друзья, это мы уже, я думаю, узнаем очень скоро, то есть как информация будет опубликована после подписания контрактов, договоров и так далее, когда уже все конкретно решено, и конкуренты уже не могут испортить, как говорится, то, что написано первым, уже не вырубишь по топорам, и мы будем ожидать именно подписания контрактов, после того уже можно говорить и проговаривать, и проговариваться, и вообще трубить об этом на весь мир, что, друзья, действительно новые направления еще охватываются в Индии. Ну, вот такие суждения. Может быть, немножко эмоциональный вебинар получился, получился, а я вас всех приглашаю в Перископ Сергея Анатольевича, то есть тот, кто знает Перископ, сбросьте, пожалуйста, потому что у меня сейчас под рукой нету, там уже Сергей Анатольевич продолжит вебинар, и я также туда перейду, а вот, кстати, нашел, минутку, минутку, друзья. Так, вот, пожалуйста, вот я даю ссылочку, все дружно переходим туда, и такой вот, именно из-за технических неполадок вебинар получился опять в одном лице, то есть я уже третий раз веду вебинар один, мне даже как-то уже начинает очень сильно не хватать Сергея Анатольевича. Могу сказать, что с первого вебинара все-таки вдвоем вести и легче, и проще, и более комплексный получается вебинар, но, дорогие друзья, это тренировка. Многие задают мне вопрос, каким образом начать вещать с энергетикой, с подачей. Друзья, просто вещайте, просто проводите 10 встреч, 10 вебинаров в день, и все будет. Но если вы хотите развивать инфраструктурные проекты, если вы хотите развивать адресные проекты, то проводите встречи, совещайтесь с нами, Сергей Анатольевич, по конкретике, именно уже с тем, с чем не стыдно посовещаться, то есть мы всегда рады конструктивным предложениям и вопросам, не просто, что есть какой-то адресный проект, и давайте его проработаем, а конкретика, и уже, что нужна какая-то консультация. Пока эти консультации от всех специалистов в начальной школе адресных проектов, потому что высшая школа у нас только в КБ, только в ЗАО «Струнные технологии». Пока это абсолютно бесплатные курсы. И я, кстати, хотел остановиться, друзья. Все, что ведет Александр Мэнко и все, что будет использоваться в виде базы, и то, что Александр Мэнко называет себя крупным инвестором, либо крупнейшим инвестором, ну, дорогие друзья, это, естественно, останется на его совести, но крупными инвесторами у нас являются Надежды Геннадьевна Косарева, естественно, сам Анатолий Эдуардович Уницкий, естественно, Дмитрий Владимирович Терехин, скоро будет Франтишик и его команда директоров, сослуживцев и сподвижников. Вот, дорогие друзья, это крупные инвесторы, настоящие. Ну, а кто себя называет и кто использует базу, это касается не только Александра Мэнко, это именно просьба, именно то, что на наших вебинарах вся информация быстро расходится. Друзья, не покупайтесь на эти курсы, если они вам действительно не нужны. И давайте вообще максимально избавляться от такой даже идеи, как-то использовать вообще комьюнити, сообщество Skyway, которое взрастило Анатолий Эдуардович для продажи каких-то дешевых по информации, я не побоюсь этого слова, по сравнению с той концепцией, которая представлена в проекте Skyway, именно сторонними спикерами, которые не имеют отношения к проекту и которые высказывают свое мнение. Мы это будем пресекать. Так что, друзья, это у нас также вот сейчас вот такая проработка ведется. И это именно, повторюсь, просьба, чтобы подобные спикеры прислушались. Ну и, собственно, мое личное мнение, не стоит говорить о не Skyway, если вы вещаете именно сами, без какого-то официального разрешения в комьюнити и в сообществе Skyway. То есть это я могу сказать наверняка. Ну что ж, друзья, вот Дима Казани у нас остался. Хорошо, господа тролли, вы хорошо сегодня отработали. Возьмите 10 рублей с вашей полки. Я думаю, что больше вам не платят. Ну а, друзья, все остальные перемещаемся в Перископ Сергея Анатольевича. Я тоже туда перемещаюсь. Строй Skyway, спасай планету и дает дорогу в мир.